В прошлом году Талаская область показала положительный результат в социально-экономическом развитии. Было собрано 6 млрд 283 млн сомов налоговых платежей, что на 1 млрд 77 млн сомов больше, чем в 2022 году. Поставленный план выполнен в полном объеме. В прошлом году на развитие региона из республиканского бюджета было выделено 272,5 млн сомов. Около 200 млн сомов выделено в виде равных грантов. А для поддержки дотационных Айлёк Мэтту направлено 80 млн сомов. Также 11 сел вышли из числа дотационных. В прошлом году фонд развития Таласской области и наблюдательный совет одобрили 26 социальных и инфраструктурных проектов. Сумма финансирования по плану составила 77 млн 933 тыс. сомов. Кроме этого, в прошлом году со стороны частных предпринимателей в селе Козеладыр был построен новый многофункциональный спортивный комплекс Асыл. Также новое современное административное здание Айлёк Мэтту в селе Аманбаев. В области прошла работа по строительству и реабилитации систем чистой питьевой воды в 13 селах на сумму в 616 млн сомов. Открыто 119 новых малых и средних предприятий на сумму в 451 млн 600 тысяч сомов, на которых создано 676 новых рабочих мест. Благодаря иностранным и местным инвесторам в Иссыкульской области было открыто 34 промышленных предприятия. Трудоустроено почти 500 граждан. Общий объем инвестиций составил 605 млн сомов. Через Иссыкульский фонд развития реализовано 140 проектов на сумму в 413 млн сомов. В области построено 35 социальных объектов. Одно село получило доступ к чистой питьевой воде. В прошлом году туристический регион посетили 1 млн 300 тысяч отдыхающих. Из-за высокого потока зарубежных гостей налоговые поступления от курортно-досуговых объектов составили 311 млн сомов. Мы продолжаем работать над улучшением туристического сервиса. Так, было завершено строительство пяти туристических сервисных центров. В нескольких районах работают РЭС-Пойнты. Также для улучшения экологии нашего региона введено в эксплуатацию 33 очистных сооружения. Современный сбор налогов способствовал полноценному выполнению плановых заданий в Иссыкульской области. Так, общий бюджет налогов в этом году составил 3 млрд 630 млн сомов, что на 119 млн сомов больше, чем планировалось. Регион является локомотивом туризма в стране, поэтому в этой сфере выполнена большая работа. Глава Иссыкульской области рассказал о планах на этот год и дал свои рекомендации по крупным проектам, которые реализуются на государственном уровне. Я написал официально письмо об изменении положения по развитию Иссыкульской области от 2009 года. Это положение нужно менять, потому что оно не соответствует нынешним требованиям. Прошу вас пересмотреть содержание документа и составить новый. Я считаю, что 1% выделенных средств с месторождения хумтер мы должны направлять на развитие области. Чуйская область в прошлом году произвела сельскохозяйственные продукции на 98 млрд 250 млн сомов. В качестве основных показателей роста промышленности выступили переработка мяса, молочных продуктов, яиц и шерсти. Из-за засухи и весенних стихийных бедствий фермерам удалось собрать средний урожай сельхозкультур. На восстановление ирегационной системы различными финансовыми институтами было выделено около 430 млн сомов. В этом году в Чуйской области запланировано строительство 8 школ. В целом требуется построить 42 школы на примерную сумму в 5 млрд сомов. Также в регионе запущено 33 крупных и средних промышленных предприятия. В целях создания условий для инвесторов в каждом районе определены земельные участки. Проводится мероприятие в поддержку инициативы президента Садыра Чапарова развития зеленой экономики. В настоящее время ведется строительство 6 малых гидроэлектростанций, проектирование еще 12 малых гидроэлектростанций и 4 солнечных батарей. По итогам прошлого года в регионе построено 60 новых социальных зданий. Из них 13 школ, 7 детских садов и 2 социальных городка. Сегодня в области из-за нехватки школ ученики обучаются в 3 и даже 4 смены. В этом году правительство сосредоточится на строительстве средних учебных в Чуйской области. «В прошлом году в Чуйской области 6 940 выпускников окончили школы. Из них только 2791 смогли получить свыше 110 баллов по ОРТ. Это очень низкий показатель. Всего 30% от общего числа. С такой картиной надо что-то делать. Так не пойдет. Мы строим школы, а наши ученики не могут пройти поставленный порог по ОРТ. Поэтому Министерство образования должно заняться разработкой плана дополнительного обучения и заинтересовать нашу молодежь получать качественное образование». Также представители каждого региона в ходе отчета рассказали о поставленных планах на текущий год. Глава Кабмина Клбек Джапаров отметил, что помимо АТР в этом году будет уделено особое внимание развитию регионов. Рахат Батребекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.